Здравствуйте, рыбки! Это ваш прогноз на ноябрь. Да, очень поздно, но с хорошими новостями можно и поздно. Так что в этот раз я делаю чуть по-другому расклад. Верхние три карты показывают тенденции месяца. Как бы я задумывала прошлое, настоящий момент, плюс-минус несколько дней и к концу месяца. Здесь по сферам, как обычно, и совет с антисоветом. Что показывают в недавнем прошлом? Карта мир. Карта глобального, какого-то большого, возможно, завершения которого, какого-то этапа в жизни, который долго-долго-долго длился. Может быть, у кого-то была большая поездка, крупное, допустим, совещание, не знаю, как будто много людей присутствуют и решают какой-то вопрос важный. Какое-то понимание могло прийти к вам, когда вот разные аспекты ситуации как-то сошлись, в одну картину сложились, и вы ее уже видите, увидели, точнее, в прошлом, вот, целиком. На основании этого туз мечей. Что туз мечей? Вам пришла какая-то мысль, идея, свежая. Ну, я не знаю насчет разрыва, конечно, по тузу мечей бывает, но я все-таки буду больше склоняться, что это как прорыв пускай это будет. Пусть это будет прорыв в данный момент. И вот эта мысль, эта идея, которая вам пришла, к концу месяца вам откроются возможности, и вы можете, потому что что такое туз пентакли? Это реальный шанс, реальный абсолютно, когда нам либо что-то дарят, либо мы что-то покупаем, либо мы удачно вкладываем деньги правильно, грамотно, во что-то ликвидное, то, что впоследствии оно не упадет в цене, более того, оно даже может вырасти. Не обязательно это покупка недвижимости, не обязательно, но это может быть и приобретением, и вложением денег, и возможностью начать что-то, что можно развивать, развивать, развивать и развивать. Увидите ли вы это как возможность, я не знаю, потому что всегда, если бы в жизни вот этот шанс выглядел вот так красиво, что рука Господа с небес, с таким вот золотым блестящим пентаклем опустилась, и так это всё абсолютно однозначно понятно, что это прям такая возможность шикарная, это было бы вообще классно. Но иногда эта возможность выглядит странно, иногда мы её не можем взять. Для того, чтобы взять новое, прекрасное, для начала надо закрыть, захлопнуть, не просто захлопнуть старую какую-то дверь. Не знаю, о чём вам говорят, что надо оставить какие-то, не знаю, избавиться от каких-то иллюзий, уйти от чего-то старого, резко, достаточно болезненно, может быть, для вас надо что-то поменять, для того, чтобы эта возможность, вы могли её полностью взять в руки. Это примерно мы стоим в проёме старой двери, я сейчас про десятку мечей, которую советуют, видите, как захлопнуть. Перед нами, вот, говорят, вот дверь, иди, там будет что-то хорошее, интересное, ты можешь там жить и долго-долго что-то вот это вот развивать. Но стоя в этом старом проёме той двери, старой, и не захлопнув её, и не отойдя от неё, мы не можем войти в ту, мы же не можем разорваться. Поэтому смотрите, что за... от чего старого вам советуют избавиться. Дом-семья, прекрасная десятка пентаклей, как раз карта большой семьи, вот такой вот иерархии какой-то в семье, семейных традиций, больших семейных, я не знаю, обедов, где поддерживаются взаимоотношения, где много-много родственников, и есть вот эта взаимопомощь. Может быть, немножко в тесноте, да не в обиде, по десятке пентаклей всегда мы... нас много, мы счастливы, что у нас есть бабушки, дедушки, внуки, там, неважно. Вот мы живём большой-большой семьёй. Карта семьи, рода, поддержки членов семьи, ваша поддержка в их адрес, они вас поддерживают, и вы чувствуете вот этот тыл по десятке пентаклей. То есть, я бы сказала, спокойная, размеренная семейная жизнь и взаимоотношения с родственниками и близкими. Пашмичи и наличные отношения. Если вы недавно в отношениях только сошлись, то это нормальная карта, это карта притирочки, это карта бурных выяснений отношений по всякой ерунде, когда мы пытаемся там из какой-то мелочи, мы там спорим так, доказываем что-то. В существующих отношениях могут быть такие вот, ну не знаю, как уколы со стороны второй половинки, какие-то укоры, подозрительность чья-то, недоверие, напряжение может возникнуть. Да, такой вот, нет романтики в этой карте, да, нет какого-то тепла и нежности. Больше как вот попытка что-то, кого-то что-то прояснить, кому-то что-то доказать, что-то выяснить, докопаться, да, вот такая вот карта. Если вы свободны и у вас нет отношений, паш-мечей он немножечко с отношениями у него бывает непросто, потому что он вот внутренне где-то, он не совсем хочет отношений каким-то образом. Если вам кажется, что вы хотите, то паш-мечей я не знаю, как это можно так хотеть. Может быть, люди, с которыми вы симпатизируете, они не нацелены на отношения, вы как бы ощущаете их какое-то напряжение и такое, вы знаете, что они больше отталкивают, чем пытаются идти вам навстречу. Ну, паш-мечей, конечно, так, это про отношения, это не самая лучшая карта. На работе? Ну, месяц, конечно, бурный, потому что рыцарь-мечей, он может и овралы давать нам невероятные, срочные дела, невероятно сорваться надо, куда-то бежать, что-то выяснять, конфликты не исключены, недовольство клиентов или коллег, что-то такое вот, кто-то кого-то подгоняет, наезжает, напирает вот этот напор, мы чувствуем вот этот напор и мы сами можем злиться или мы хотим быстренько прорыв какой-то совершить, да, и летим сломя голову куда-то. Ну, месяц, конечно, спокойненький мне назвать. И беготня, и езда, и овралы, всё здесь возможно. И столкновения с кем-то во мнениях там не сошлись, и вам показалось, что с вами резко, и вы можете быть резким. Здесь по-разному. Ну, про деньги здесь немножко не про деньги. Рыцарь мечей – это карта, я говорю, первая, срочных каких-то дел, во-вторых, наездов, назовём это так, да, то есть кто-то что-то может требовать, кто-то может что-то настаивать на чём-то, быть достаточно грубым и резким. Не могу вам сказать, что здесь с деньгами может быть, но у кого-то может это в работе отыграться как срочность, и у кого-то может быть с деньгами какие-то срочно надо и так далее, надо какие-то вопросы решать. Самочувствие, рыцарь кубков – прекрасная карта, потому что это молодая, красивая, мягкая энергия. Соответственно, я думаю, что чувствовать вы себя будете вполне достойно, хорошо. Здесь у нас есть элемент чувствительности повышенной. Рыцарь кубков – он очень такой восприимчивый. И вам надо быть с этим аккуратными. Рыбы вообще имеют свойство проникаться к людям, сочувствовать людям, особенно с этой картой ещё. Будьте аккуратны. Если кто-то вам льёт в уши по своей болячке, где у них там что-то как бы спалилось, отвалилось, слушайте, вот по десятке мечей, ну, можно и послать иногда, ну, можно вежливо, но послать. То есть не слушайте эту галиматью, потому что рыцарь кубков имеет свойство перетягивать на себя за счёт как раз вот этого сострадания к людям. Так что самочувствие хорошее, но вам лишняя информация про чьи-то болячки не нужна точно. По крайней мере в этом месяце. Совет и антисовет. Вот интересные карты. Знаете, в таком сочетании я бы сказала следующее, что вот хочется чего-то в жизни человеку, но когда это хочется, не соизмеряется, сможется, ну, со своими возможностями, либо путь достижения этих желаний какой-то вот неопределённый, человек не подумал, то есть он хочет что-то поменять, чего-то достичь, но каким образом плана, то есть он не составил. А ещё более того, если эти какие-то мечты, они иллюзорны в данный период времени, мы говорим, они иллюзорны, какие-то вот такие, вы знаете, фантазии, не опирающиеся ни на что, то надо от этих иллюзий, фантазий и даже не то, что розовых очков, а именно от собственных каких-то заблуждений надо избавиться. Тогда вы сможете взять это вот, то, что вам будет дадено, а будет дадено 100%. Как это будет выглядеть, я не знаю, понимаете? Ведь тус монет, почему я говорю, что это, если бы всегда так красиво выглядело в жизни, это было бы так просто и понятно нам, но, к сожалению, это иногда выглядит, как я подарю тебе, не знаю, три гектара в какой-нибудь области, в глубинке, там, болота и комары, и для вас это, нафига мне эти три гектара? Ничего себе подарочек отвалили. Но эта недвижимость, эта земля, и она, естественно, в цене, что бы ни происходило, кроме форс-мажора и войн, она остаётся ликвидной. Так и человек. Вот, например, человек входит в вашу жизнь, появляется, и с ним вы бы могли быть счастливы, долго жить, создать отношения, там, не знаю, родить детей, построить дом, ла-ла-ла-ла, всё это возможно, но он же может выглядеть не как вот этот блестящий, прекрасный, он же может быть какой-нибудь там не расчёсанный, не знаю, не ахтеодетый, ещё что-то. У нас же свои ещё вот искажённые представления бывают о том, что хорошо и что плохо. Заблуждения собственные. Собственные заблуждения, надо их постараться ликвидировать, иллюзии постараться ликвидировать. Бесцельное, бесформенное мечтание надо убрать. А ещё надо что-то выбросить из своей жизни, потому что оно вам мешает. Я не знаю, что это. Надо перестать, то есть надо это убрать, захлопнуть эту старую дверь. Может быть, это болезненно, может быть, это тяжело, может быть, вам кажется, что если я сейчас захлопну, то мир рухнет. Если я сейчас перееду, если я сейчас вот это оставлю, если я сейчас это брошу или там, ну что-то, да. Десятка мечей, ну, стоит в совете. Это сродни башне, только ещё быстрее и больнее. Мы ликвидируем что-то, на живую прямо это, без наркоза отрезаем, и всё. Что это может быть в вашей жизни? Вы думайте сами. Но я говорю, это могут быть и собственные иллюзии, потому что в десятке мечей у человека нет иллюзий, он полностью их лишён. Вообще, он абсолютно, у него нет фантазии. Особенно пустых. Так что думайте об этом. Вообще линейка очень приятная, потому что вот это вот что-то сошлось, наконец-то сложилось в чёткую, понятную картину, либо завершилось. И теперь, ну, вот есть вот эта свобода, есть вот эта чистота, есть вот эта ясность, есть какая-то, возможно, ваша гениальная идея. И к концу месяца перед вами, говорю, откроется дверь, вам дадут какую-то возможность, может быть, просто подарят какой-то подарок, но он, видите, как его можно взять и, возможно, ну, не знаю, там, продать, вложить, что-то с ним сделать, короче, с этим подарком, что оно вам как бы и неплохо очень даже. Для вас это хорошая возможность для чего-то, что-то вам предложат, может быть, выходи за меня замуж, да, или ещё какую-нибудь штуку, что угодно это может быть. Возможность начать бизнес, возможность устроиться на работу и так далее. То есть какая-то дверь откроется, то есть появится перед вами. Но вот войти туда, чтобы, надо что-то старое захлопнуть. А это бывает страшно. Бывает, что нам вот это вот, ну, как, типа оставь это в покое, да, вот эта десятка мечей, то есть забудь об этом, брось это, перестань с этим там пырхаться. Нам бывает это очень тяжело сделать. Мы не можем, мы как бы, типа, такое вот фиаско, я не могу это выбросить из своей жизни, да, нам страшно с этим расстаться. Ну, вот такой совет дали карты. Рыбки, думайте, о чём вам говорят. Мне очень сложно, конечно, в общем раскладе понять, о чём именно вам говорят. Но это надо учитывать, все эти советы. Думать, что именно пытались вам сказать. Наверное, какие-то перемены нужны. Но могут и что-то одно вам говорить, захлопнету дверь, одну какую-то важную, которая вам не даёт, находясь там, вы никак не можете выдвинуться к новой жизни. Так что я вам желаю прекрасного ноября. Удачи во всех делах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok